Продолжение следует... И написать сочинение по одной из данных тем. Ну а сегодня, ребята, у нас с вами исторический урок. Я не случайно об этом говорю, потому что мы начинаем с вами разговор о серебряном веке поэзии. Настолько ярком, настолько необычном, давшем столько великих имен и тем, ну и тропов, которые использовали поэты. Да, в основном этот век касался поэзии, но все-таки отразился он и в живописи, и в музыке. Ну, об этом будем говорить позже. Итак, 10 октября 2020 года. Вот такой исторический сегодня день, потому что мы начинаем изучать литературу Серебряного века. Записывайте тему «Серебряный век поэзии. Поэтические течения в русской литературе начала 20 века». И записывая тему, пожалуйста, сформулируйте для себя устно вопросы. Что бы вы хотели узнать? Как вы считаете, что главное будет сегодня в нашем уроке? Ну, и если вы не найдете ответы на какие-то вопросы, то, пожалуйста, этому способствует дополнительная литература. Конечно, можно и писать мне. Но я думаю, литературы сейчас очень много. И наша задача на уроке, конечно, скомпоновать материал и дать вам самое главное, дать направление. А уже дальнейшие ответы вы будете искать и в дополнительной литературе, и, конечно же, в жизни. Я надеюсь, вы успели записать тему урока, успели сформулировать для себя вопросы, ответы, которые бы вы хотели услышать. Ну, а я перед своим уроком ставлю цель познакомить вас с литературой «Серебряного века» и раскрыть суть метафоры, почему так называется. Конечно же, в дальнейшем мы с вами будем и на этом уроке, и в дальнейшем развивать навыки работы с произведениями лирического плана. Ну и, конечно же, урок, как всегда, преследует воспитательный момент, поэтому здесь тоже воспитание интереса культуры страны, эмоциональную отзывчивость, картину чувства, выраженные в стихотворении, чтобы вы смогли понять и воспринять. И, ребята, я, прежде чем говорить о теме, обращаю ваше внимание на написание «Серебряный век». Дело в том, что со временем несколько раз менялось написание. Сначала было принято с маленькой буквы без кавычек, потом с большой буквы в кавычках, видите, потом с большой буквы без кавычек. Но, тем не менее, здесь я использую, видите, как понятие «Серебряный век», поэтому взяла в кавычках. А вообще единого написания нет, и вы видите на наглядном материале здесь просто с большой буквы без кавычек. То есть вот такого единого требования нет. Но все-таки, я считаю, это, повторяю, настолько яркий, настолько интересный, настолько самобытный этап в литературе, что действительно нужно его писать с большой буквы, он этого заслуживает. А вот в кавычках или нет, в зависимости от контекста. А начну из-за стихотворения Андрея Белого. Путь к невозможному мы былое кинули взглядом, его не вернуть. И мучительным ядом, к сожалению, отравлена грудь. Не сдыхай, позабудь. Мы летим к невозможному рядом, наш серебряный путь зашумел временным водопадом. Ах, и добро, и зло, и добро, утонуло в прохладе манящей. Серебро, серебро умывает струю и нас звенящей. Это к вечности мы устремились желанны. Засиял после тьмы ярче свет первозданный. Глуши вопли зимы, дальше хаос туманный. Это к вечности мы полетели желанны. И я предлагаю нам с вами полететь к той самой вечности, которая называется литературой серебряного века. Ну а полет мы с вами начнем немного с таких политических событий. Итак, начало 20-го столетия действительно вошло в литературу под таким красивым названием. И, конечно, это период взлета культуры, появления таких ярких самобытных имен. Начало его легло на 90-е годы, 19-го столетия, ребята, обратите внимание. И связывает его, конечно, с такими великими именами, как Брюсов, Анинский, Бальмонт. А расцветом этого периода считают 15-й год. Но дальше наступает 17-й год, революция, которая перечеркнула очень многое. Мы с вами уже неоднократно говорили о тех тревожных исторических событиях, которые так или иначе повернули ход событий. И, конечно же, эти события влияли и на литературу тоже. Сам термин, он условный. И впервые он прозвучал, видите, да, предложен философом Николаем Бердяевым, но закрепился после выхода статьи Николая Отсупа «Серебряный век русской поэзии», которая вышла в 1933 году. Ну вот отсюда название. А вообще поэзия Серебряного века, конечно, поэзия, проверенная временем, которая помогла, вернее, увидеть в историческом личное, обобщить опыт веков и показать те достижения и то новое, к чему стремились поэты этого времени. Конечно же, смятение и борьба группировок привели к тому, что многое из того, что было создано поэтами Серебряного века, где-то преобразовывалось, где-то кануло в лету. И тем не менее, я повторяю, это время очень яркое, давшее толчок к развитию литературы 20 века. Ну вот, ребята, обратите внимание, что на содержание самого термина, вот видите, здесь большую уже букву я использую, да, без кавычек, существует три точки зрения, то есть что относить к Серебряному веку. Вот это тоже себе, пожалуйста, пометьте. Первая точка зрения – это поэзия модернизма. И более подробно об этих течениях мы с вами поговорим. Вторая точка зрения считает, что не только модернистические течения, но и всё, что связано с декадентом, с упадничеством, а это отразилось и в различных областях искусства. И в частности, не только символизм, гумизм, футуризм, но в виде и экспрессионизм, и кубизм, и супрематизм, дадаизм, и фавизм. И вот здесь в скобках, видите, я отметила, что это отразилось в живописи, это в литературе. А вот третья точка зрения к Серебряному веку, ну вот сторонники третьей точки зрения относят. Всё, что касается первой и второй точки зрения, ну плюс к этому ещё и реалистическую литературу, в частности, Бунина и Куприна. И здесь же можно упомянуть и Горького, хотя Горький больше, помните, романтик. То есть, ребят, действительно, это очень общо, и нельзя конкретно сказать, но вот такие точки зрения имеют право на существование. Ну вот перед вами портреты тех писателей и поэтов, которые делали литературу Серебряного века. Конечно, многие из них, в частности, Марина Ивановна Цветаева, не входила ни в одну группировку. Сергей Есенин входил в первоначальную группировку имажинисты, но потом вышел из неё. Анна Андреевна Ахматова первоначально, да, была в группировке, ну или в литературном направлении, акмиизм, но потом ушла из неё. И, тем не менее, это те люди, которые, по сути, делали литературу Серебряного века. Конечно, у вас возникает вопрос, а почему именно Серебряный век? А давайте разберём. Скажите, пожалуйста, какие ассоциации возникают у вас при слове Серебряный век? Вот здесь я призываю вас к работе, и, надеюсь, хотя бы некоторые слова вы напишите. Итак, ассоциации к слову Серебряный век. Так, пожалуйста, кто сегодня со мной, и кто в субботу всё-таки готов работать и на историческом уроке запечатлеть своё слово. Так, я жду ваших ответов. Пока не дожидаюсь. Ну и даю возможность вам подумать. Я сама предлагаю вам варианты. Это, конечно же, не обязательно, да. Итак, согласитесь, блеск Серебро. Вот, правильно, Илья. Яркость, звон, ух ты, хорошее слово, прекрасно, я рада, да. Ну вот яркость есть у меня тоже, я предположила, что это может быть, да. Вот смотрите, хрусталь, да, Серебро часто связывает с хрусталём. Дальше, хрупкость какая-то. Хрусталь – это хрупкость. Сияние, да, вот с яркостью сияния. Свечение какое-то, да. Потом, тайна. Очень часто связывают с Серебром какую-то тайну. Но, ребят, кроме Ильи, вот, металл, оружие, говорит Илья. Ух ты, интересно, но я до этого не додумалась, конечно. Так, волшебство. Так, туман. Хорошо. Ещё, я пока нажимаю, вы ещё. Мгновенность. Отражение. Ну, согласитесь, что таких слов может быть много. Я бы действительно, Илья, так добавила и звон, и металл. Согласна с тобой, что действительно это имеет место. Но вот кроме Ильи, почему-то никто не предположил. То есть, согласитесь, само слово-то интересное, да. И, конечно же, опять же, продолжая разговор, почему же именно Серебряный век, да, тот самый, та самая литература, посмотрите, рубежа 19-20 века. Так вот, посмотрите, почему Серебряный? Ну, во-первых, по аналогии с золотым веком литературы. Здесь золотой можно даже с большой буквы написать, да. Вы помните, что это литература 19 века, которая относится к творчеству Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Ассоциация... Ой, извини, не успела. Ну, хорошо, да-да-да, я поняла твои ассоциации. Прекрасно. Но вместе с тем, согласитесь, что Серебро менее дорогой металл, чем золото, но более изысканный. Это действительно так. И если мы с вами понятия подберём к слову «золото», то это, согласитесь, ну, может быть, у вас другие понятия, вы тоже можете написать. Это день, это солнце, это полнота жизни, это радость бытия, это гармония, это открытость, да, то Серебро, посмотрите, часто связывает всё-таки с ночным периодом времени. Нет-нет, ничего уберемого здесь запятые, да, я согласна, что когда печатаешь, да. Так, луна, дисгармония, смятение, разочарованность, душевная усталость. Возможно, ребята, у вас понятия другие, ассоциации другие. Я собрала те, которые чаще всего встречаются, ну, и которые близки мне после того, как, ну, всё-таки, литературу Серебряного века я знаю немного больше, чем вы, да. Поэтому вот такие ассоциации у меня возникают после слова Серебро. Итак, литературные направления течения начала XX века, посмотрите, можно разделить условно на два вот таких направления, больших, грандиозных. Это реализм, это та литература, которую мы с вами изучали до этого. Напоминаю, это литература Бунина, произведения Бунина, Куприна, ну, и Горького, конечно же. И вместе с тем, наряду с реализмом, появляется модернизм, который, в свою очередь, посмотрите, внутри которого выделяют три ярких течения. Это футуризм, символизм и акмиизм. Вот здесь, ребята, обратите внимание вот на это и наглядно. Есть ещё и иммаженизм использован. Мы будем позже говорить об иммаженизме, когда перейдём к разговору о Сергее Есенине. Это течение очень быстро изжило себя, и представителей было очень мало. И, тем не менее, оно существовало. Ну, а модернизм, видите, от французского новейший, современный, да? То есть это те течения, которые соответствовали времени, и вместе с тем диктовали какие-то свои условия и вели в будущее, вели к новому. Ну, вот несколько слов о терминах. Вот это вы, надеюсь, сами сможете прочитать. Ещё раз, что такое реализм, напоминаю, что такое модернизм, что такое литературное направление. Посмотрите, совокупность принципов многих писателей, да? И литературное течение, разновидность литературного направления, то есть внутри литературного направления, чтобы вы знали, о чём мы говорим. Какие основные черты, объединяющие вот все модернистические течения? Ну, во-первых, игнорирование объективной действительности. Когда вы будете читать стихотворения, то наверняка вы придёте к тому, что очень мало поэтов, которые говорили о политических событиях. Да, рано или поздно они тоже появлялись в их творчестве, но чаще всего это попытка уйти от этой действительности, от этой страшной действительности. Второе — это неверие в объективность человеческого разума. И очень связан этот критерий с третьим. Единственным критерием познания мира являлся внутренний мир. Действительно, долгое время эту литературу считали ненужной, так как она не воспевала революцию, не говорила о классовой борьбе. И очень многие футуризм исключали эти литературы Серебряного века, считали, что недостоин он считаться течением Серебряного века. Но, видите, время проходит, всё на круги своя возвращается, и во всём рано или поздно расставляется точка. Итак, я ещё раз возвращаюсь к понятию Серебряный век. Видите, понятие в кавычках. Итак, так назван был век рубежа 19-го до начала 20-го века. Действительно, время духовного новаторства, крупного скачка в развитии литературы. И в это время новые литературные жанры, яркие писатели, поэты, ну, прежде всего, поэты, да, просветители, но вместе с тем и художники, и деятели науки. То есть, действительно, Серебряный век отразился во всём. Но, чтобы вы немножко погрузились в эту атмосферу, я начну со стихотворения Валерия Клича Брюсова «Творчество». Тень несозданных созданий колыхается во сне, Словно лопасти латаний на эмалевой стене. Фиолетовые руки на эмалевой стене Полусонно чертят звуки в зонкозвучной тишине. И прозрачные киоски в зонкозвучной тишине Вырастают, словно блёски при лазоревой луне. Сходит месяц, обнажённый при лазоревой луне. Звуки реют полусонно, звуки ластятся ко мне. Тайны созданных созданий с лаской ластятся ко мне. И трепещет тень колотаний на эмалевой стене. Ребята, вы, наверное, обратили внимание, что стихотворение звучит как музыка. Да, действительно, очень близка музыка к такому литературному управлению, к которому относится творчество Валерия Клича, символизму. Опять же, обратите внимание на цветовую гамму, на звуковые особенности этого стихотворения. И самое главное, на те метафоры, на те символы, которые мы здесь видим. Лазоревая луна, посмотрите, звонкозвучная тишина. И, наверное, вы услышали о литерацию, которая создаёт вот это вот звонкое, необычное звучание этому стихотворению. Обратили внимание, сколько звуков элф? Да, вот они ластятся, посмотрите, эмалевая. Вот это создаёт вот такое действительно и мягкость, и вместе с тем такое нежное, необычное звучание. Что же такое символ? Наверняка задавали вы себе вопрос. Да, делает мягче это стихотворение, совершенно правильно. Итак, символ от французского, посмотрите, знак символ. Европейское литературное течение. Вообще, ребята, обратите внимание, не только в русской литературе был символизм. Ну и видите, вот французские поэта подключились, ну или вернее начали это. Ну а дальше назвали символистами, потому что символ играет главную роль. И вот в своих статьях, в частности, Дмитрий Сергеевич Мережковский утверждал, что необходимо передавать мир с его предметами, чувствами, переживаниями посредством символа. Но они не должны быть искусственно придуманы. Это то, что требует душа. Это то, что идёт вот от человека, посмотрите. И через эти символы передавать красоту мира. Вообще, символ многозначное иносказание, посмотрите. Символ, окно, бесконечность. И вот сравните. Аллегория – это однозначное иносказание, да, когда мы с вами под сердцем подразумеваем любовь. А вот символ – это многозначное. Очень много значений приобретает тот или иной символ. Конечно, очень часто обращались к мифам, легендам, народным сказаниям. Ну и то, что символизм – это первое модернистическое течение, это так. И на следующем уроке я более подробно о символизме скажу. Ну и большое количество поэтов вот здесь перечислено. Тоже позже об этом будем говорить мы с вами, да. И вот ещё одно стихотворение Константина Бальмонта. Я – изысканность русской медлительной речи. Передо мной другие поэты-предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я – внезапный злом. Я – играющий гром. Я – прозрачный ручей. Я – для всех и ничей. Переплеск многопенный, разорвано слитный, самоцветные камни земли самобытной, переклички лесного зелёного мая. Всё пойму, всё возьму, у других отнимая. Вечно юный, как сон, сильный тем, что влюблён. И в себя, и в других. Я – изысканный стих. Вот оно, изысканность, посмотрите. О творчестве Константина Бальмонта мы с вами будем говорить отдельно. А сейчас вот ещё о чём хочу сказать, ребята. Посмотрите. Эпиграфами к символизму могут служить вот такие слова из трагедии Гёте. Всё приходящее, есть только символ. И латинская пословица, которая как нельзя лучше открывает понятие символизма. Арс Лонга, Вита Бревис Эс. Искусство вечно, жизнь коротка. Следующее направление – это акмиизм. Ребята, я ещё раз повторяю, что сегодня я ставлю цель кратко сказать об этих направлениях. Более подробно у нас будут уроки, посвящённые. И так как министы, посмотрите, высшая степень чего-либо, цветущая сила, да? Это направление сложилось от различных группировок – цех поэтов и Аполлон. А далее они создали журнал «Гиперборей», «Бог ветра», «Альманахи», посмотрите. Они-то считали, что они, конечно, очень отличаются от символистов. И посмотрите, их стихотворения точны, логичны, стройны, ясны. Они стремятся к пушкинскому языку. Но рано или поздно к министу признавали, что во многом развивали то, что заложили символисты. Ну вот необычное стихотворение Осипа Мандельштама. Позволю себе прочитать, если всё-таки успею, время идёт. Вот невразимая печаль открыла два огромных глаза. Цветочная проснулась в вазе и выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена истомой. Сладкое лекарство, такое маленькое царство, так много поглотило сна. Немного красного вина, немного солнечного мая и тоненький бисквит ломая тончайших пальцев близна. Вот такая красивая картина. Я не буду сейчас останавливаться буквально на анализе этого стихотворения. Мы вернёмся ещё к Мандельштаму. О нём тоже в его творчестве будет отдельный урок. Ну и, конечно же, самым ярким течением здесь является футуризм. Посмотрите, от латинского «футуру». Это одно из авангардных течений, которое вообще считало, что всё нужно разрушить и создавать всё новое. А новое – это включалось не только героев, не только тематики, но и языка. А поэтому им действительно присуще славотворчество. И к этому мы с вами дальше придём. Я немного тороплюсь. Время идёт. И вот здесь посмотрите. Действительно, их стихотворения, их слова, строчки были очень сложны. Семантические, иногда даже и лексические. Но самое главное, что футуристы призвали к созданию нового языка. Через создание новых слов, отказа от звуков и ознаков препинания, звукописи и так далее. И отсюда теория самовитого слова, посмотрите. Действительно, очень яркое течение. Ну вот примеры тех самых новых слов. Крылышкуя золотым письмом, тончайших жил. Кузнечик в кузов пузо уложил прибрежных много трав и вверх. Пинь-пинь-пинь, тарарах, но зиндзивер. У лебедива, у озарива. Посмотрите, как красиво. Непонятно? Да, непонятно. Зато ярко, зато интересно, зато самобытно. Зато я сам это придумал. Ну вот такой Велимир Хлебников, да? Виктор, но Велимир. Итак, посмотрите. Если кратко сказать, символизм – это поэзия намеков, тонкостей, тумана, да? Акмиизм – это поэзия точности, ясности, предметности. А вот футуризм – это поэзия вызова, эпатажа, опровержения традиций. Эпатаж, ребят, к этому слову мы тоже с вами придем и еще расскажем. Ребята, вот эту таблицу я вас очень прошу в тетрадочке записать. Ну, время идет, поэтому я не все успеваю сказать. Возможно, я вернусь на следующем уроке к этим моментам. Ну, а закончить я хочу, да, вот немножечко пролистываю, да, уже вывод, что русский северный век оказался коротким. История упустила всего несколько лет, но время яркое, время необычное. И время, которое называют началом, продолжением и концом. А началом чего? Началом новой эпохи, посмотрите, да, продолжением. Чего? Наследие золотого века. Ну и, конечно, концом, что литература после 20 века совершенно была другая. Все изменилось. А закончить хочу стихотворением Пучковой, да, Наталья Пучковой. Поэзия серебряного века, Ахматова, Блока, Брюсов. Грусть, тоска, поэзия серебряного века. Она не на день, она на века. Цветаева, Бальмонт, Мережковский, Каменский, Сологуб и Гумилев. Какой поток имен громокипящий. Судьбы, надежды, совести поток. И в памяти, перебирая строки, Что невозможно оценить в деньгах, Я думаю, бессмысленны упреки Изо всех тех, кто попирал их прав, Кто их травил, уничтожал, калечил, В людском сознании дерзкую строку, Кто очень сильно им давил на плечи, Кого мы прокляли в другом веку. Но сколько бы дальше не промчалось лет, Теперь мы знаем, время не помеха, И с упоением будем мы читать Поэзию серебряного века. Ребята, я вас очень призываю читать эти произведения, Учить наизусть, восхищаться, упиваться строками, Потому что действительно литература серебряного века дает очень многое. Итак, отвечая, вернее прослушивая сегодняшний урок, Помните, в самом начале я просила вас ответить на вопрос, Что вы узнали, что было интересно, попробую разобраться. Это уже вопросы после прослушанной лекции. Ну а домашнее задание, конечно, дополнит конспект. И, ребята, я вас очень прошу прочитать материал учебника, В котором говорится об этих направлениях. А следующие наши уроки будут посвящены конкретно каждому направлению И некоторым представителям, ярким представителям этих направлений. И мы с вами, конечно же, окунемся в поэзию. Вам, кроме того, нужно будет учить наизусть стихотворения. Но рассказывать вы будете уже после того, как мы онлайн выйдем, На что я очень надеюсь, что случится это скоро. Поэтому не откладывайте в долгий ящик, читая стихотворения, Выбирайте себе любимое. Какие конкретно стихотворения, каких поэтов я буду говорить на уроках. Ну а пока я вас призываю к тому, чтобы вы познакомились, Погрузились и упивались словами поэтов серебряного века. Ну вот здесь, да, да, хорошо. Таблицу, да, конечно, я полностью презентацию отправлю и табличку повторяю. Вам нужно написать тетрадочки. Табличка сравнительная. Каково отношение к миру, какие сопровождающие виды искусства Вот есть в тех или иных направлениях. Поэтому табличку, пожалуйста, зафиксируйте в тетради. Ребята, в качестве, опять же, наглядности я, видите, Подобрала некоторые сборнички, в которых и стихотворение, И критические статьи, и вообще поэзия серебряного века, И оформлены, они, видите, абсолютно по-разному. Но самое главное в них, это тоже какая-то такая романтика, Да, какая-то красота. Спасибо. Спасибо. Спасибо.